МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одному из крупнейших учебных и научных центров страны. Отметить круглую дату приехали именитые выпускники, ныне академики, профессора, ведущие специалисты научных институтов и клиник Казахстана и зарубежья. Международная конференция, которая проходила в университете, включала доклады ученых из Польши, Италии, Германии, России и Грузии. С ними Актюбинский вуз наладил постоянные контакты. Они не только приезжают с докладами, но и проводят практические семинары и мастер-классы. В рамках юбилея таких совместных операций, приемов, консультаций больных проведено более 50. Ученые обсуждают актуальные проблемы кардиологии, хирургии, онкологии, материнства и детства. Еще много важных тем. В нашей студии руководитель отдела стратегического развития Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова Кайрат Курман-Галиев, которого мы с удовольствием приветствуем в программе «Город сегодня». Здравствуйте. С праздником вас. Добро пожаловать к нам на эфир. Карат Балатович, как бы вы определили место своего вуза в системе науки и образования в целом? Ну, в настоящее время надо сказать, что в Казахстане созданы все условия или основы для внедрения международных стандартов в систему управления медицинским образованием и наукой. Для реализации данного проекта по инициативе Министерства здравоохранения были определены стратегические партнеры для каждого из государственных медицинских вузов Казахстана. Стратегическим партнером нашего вуза был определён Позненский медицинский университет имени Марцинковского. Это республика Польша, которая является лидером медицинского образования не только в своей стране, но и в Европе. Вот при поддержке данного вуза сейчас, в настоящее время, реализуется второй этап стратегического партнерства. Что это такое? Во-первых, это разработка плана модернизации нашего университета, актуализация образовательных программ с учётом международных стандартов, разработка совместных образовательных программ для всех уровней подготовки, начиная с бакалавриата, интернатуры, разработка совместных образовательных программ для слушателей резидентуры, подготовка докторантов совместных и так далее, и так далее. В настоящее время система вообще медицинского образования в Казахстане находится на новом этапе своего развития. Что это за новый этап? Вот одно из них, как раз это и есть стратегическое партнерство с лучшими медицинскими вузами зарубежья. Если у нас, скажем, это Республика Польша, то, например, Медицинский университет Алматы имеет сотрудничество с Университетом Соединенных Штатов Америки. Если это Университет Астаны, то там сотрудничество с Университетами Италии, медицинскими. То есть наша задача, вообще задача Министерства здравоохранения, это перенять лучший опыт, и все международные стандарты для внедрения в систему нашего здравоохранения. У меня вопрос следующий. Когда ваши студенты переходят от теории к практике? Ну, здесь надо сказать, что вообще система подготовки медицинских кадров построена так, что теоретическая и практическая подготовка, она идет неразрывно. Когда переходят, ну, скажем так, вот в этом году, значит, уже первый курс, вот уже первый курс, начиная с 1 сентября, у них, значит, разработан такой курс, как курс коммуникативных навыков или проблемное ориентированное обучение. Значит, студенты первого курса уже, начиная с начала, с нового учебного года, посещают больницы, клиники, знакомятся с пациентами, учатся находить общий язык, разговаривают с пациентами. То есть, начиная с первого курса это идет все. С последующим курсом, конечно, практическая подготовка занимает все больше и больше времени. На конференции много докладов звучало на английском языке. Он уже плотно вошел в практику? Да. Надо сказать, что в университете реализуется программа трехязычия. Значит, по этой программе, вот уже в течение трех годов у нас идет набор иностранных студентов. В настоящее время у нас обучается порядка 150 студентов с дальнего зарубежья. Это студенты из Индии. Соответственно, значит, обучение идет у них на английском языке. Кроме того, у нас сформированы группы и студентов наших, казахстанцев, которые также имеют хорошую подготовку в плане знания английского языка. И они тоже, значит, объединены в группы, которые проводят обучение на английском языке. Это, конечно, вносит какие-то коррективы в образовательные программы. Почему? Потому что перед тем, как внедрить политику трехязычия, у нас сначала проводилось обучение самих преподавателей. Профессорно-преподавательский состав прошел курс обучения на английском языке. Были разработаны, актуализированы образовательные программы под иностранных студентов. Была закуплена литература на английском языке. Надо сказать, что порядка тысячи с лишним учебников университет закупил на английском языке для того, чтобы обеспечить иностранных студентов. Какие еще изменения есть в программе? Педиатров вернули? В этом учебном году педиатрический факультет был открыт на базе Казахского национального медицинского университета имени Асфиндиарова. Там был произведен набор педиатров только в одном вузе по Казахстану. Во всех остальных медицинских вузах были усилены педиатрические компоненты в образовательных программах. Вы знаете, что сейчас, согласно стандартам образования, выпускники нашего вуза, они выпускаются как врачи общей практики. Врачи общей практики. И в этом смысле в программу их подготовки был усилен как раз педиатрический компонент. Для того, чтобы специалисты на выходе могли разбираться в патологиях и болезнях детского возраста. Карат Балатович, вот сколько университет не выпускает врачей, их все равно не хватает, когда эта проблема решится? Вопрос, конечно, достаточно актуальный. Ну, сказать так, что наблюдается дефицит врачей, может быть, немножко не так неверно. Есть определенные трудности и сложности, значит, с определенной категорией специалистов, скажем, того же педиатрического, специалист педиатрического профиля или каких-то других специальностей. Ну, достаточно сказать, что трудоустройство у нас в университете находится на достаточно высоких цифрах. Порядка 93-94% наших выпускников, они трудоустроиваются. А вот как у вас обстоят дела с послевузовским образованием? Специфика нашей специальности заключается в том, что врач в течение своей жизни всегда должен поддерживать свои клинические и педагогические компетенции. Обязательным является обучение один раз в пять лет. Врач должен пройти курсы повышения своей квалификации. Для этого в университете у нас имеется отдел послевузовского дополнительного образования, на который проводится набор согласно плану. Разработаны тоже свои программы обучения. Практически по всем специальностям, которые существуют. Это и хирургические специальности, и терапевтические специальности, и покушерство гинекологии и так далее. То есть эта работа налажена, она идет, и в принципе здесь особо у нас проблем нет. А вот у меня вопрос, Карат Блатович. Как ваш отдел контролирует качество образования? Существует служба качества в нашем университете. Существует так называемая независимая аккредитация вузов, которая проводится тоже по срокам, один раз в пять лет. Вот в прошлом году, в 2016 году, наш вуз прошел специализированную аккредитацию всех образовательных программ. Это порядка 20 с лишним образовательных программ у нас в университете есть. Вот независимым агентством рейтинга, это значит с Астаны, была проведена аккредитация. Каждый год при изменении каких-то образовательных программ они проходят проверку на соответствие, на результаты, на выходы и так далее. Карат Блатович, благодарю за информацию, за то, что пришли. Поздравляю весь ваш коллектив еще раз с юбилеем. Немаленькая дата. Всех благ вам и хороших, достойных выпускников университета имени Марата Аспанова. Выпускники Актюбинского мединститута, открытого в 1957 году, затем академии, а теперь университета, работают сейчас в самых разных учреждениях по всему миру. Мы поздравляем 60-летием вуза всех, кто здесь учился, преподает и работает. И, конечно, тех, кто в настоящее время осваивает такую сложную, ответственную и благородную профессию, посвятив свою жизнь медицине. На сегодня все. Мы желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения. До встречи в эфире на Первом городском телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok